Продолжаем выпуск. За 7 лет при финансовой поддержке группы компании Самрук Казына в Мангисталовской области реализовано 42 социальных проекта на общую сумму 4,2 млрд тенге. Основным направлением акционерного общества в Жанаузене стала поддержка юного поколения и обеспечение условий для их гармоничного развития. Общественные деятели и представители СМИ посетили объекты социальной сферы в городе Нефтяников. Группа побывала на действующих предприятиях и на строительных площадках новых проектов. За последние три года при поддержке фонда в Жанаузене реализуется несколько проектов. Приоритетный проект образования. Три школы города оборудованы новыми партами и интерактивными досками. Эргономичных парт и интерактивных досок никогда раньше не было в городских школах. Главная особенность магнитно-маркерной панели заключается в том, что она помогает глубже изучить предмет и усвоить учебный материал. Стоимость проекта 169 млн тенге. Два года назад в реабилитационном центре Балакай, открывшемся в Жанаузене, были перерезаны путы 27 малышам. В центре для особых детей в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Рахмета Утисинова проходят лечение 30 детей с задержкой речи и развития. За два года на ноги смогли встать дети, не ходившие до пяти лет. Именно здесь открылся второй центр для особых детей. Это адаптивная спортивная секция Саламат Табулашах. В секциях боча и гимнастики в бассейне, открытых под эгидой Самрук Казна Траст, занимаются дети с параличом и нейроортопедическими заболеваниями. Фонд выделил на первый проект 40 миллионов тенге, на второй 6,5 миллионов. Очень хороший результат дает занятие моему ребенку. Он нашел здесь много друзей. Если будет больше таких секций, дети смогут выйти за пределы квартиры, где проводят целые дни и скучают без дела. Мой ребенок оказался колясочником из-за ухудшения здоровья. Мяч, хоть и кажется легким, но когда берешь его в руки, он тяжелый. Но занятия хорошо помогают для моторики рук, укрепления мышц, движения пальцев, придают силы. Единственный в области духовой спортивный зал, открытый при поддержке фонда, также работает же на Узине. В комплексе с воздушным приводом, построенном на сумму свыше 228 миллионов тенге, дети занимаются олимпийскими видами спорта – вольной греко-римской борьбой, волейболом, каратэ. В пяти микрорайонах города начато строительство современных спортивных площадок. Всего до марта планируется построить 16 таких объектов. Между 18 домами Жанузеня строят игровые площадки. Их со временем будет еще больше. И хочется попросить горожан бережно относиться к новым объектам, ведь они возводятся для наших детей. Игровую площадку площадью от 400 до 1200 квадратных метров начали строить и в Житебае. В общей сложности на возведение 21 площадки в Жанузене и Житебае выделен 1 миллиард тенге. Но сам Рокказнаатрас не собирается ограничиваться на этом. В этом году фонд выделил области 1 миллиард 800 миллионов тенге на реализацию 8 проектов. Гульмира Садырова, Амангельдиту, Рахмед, Дидар.